Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня мы с вами будем делать омлет диетический без добавления какого-либо масла. И делать мы его с вами будем вот в такой формочке. Эту формочку мы заказали на Алиэкспресс. Кстати, сейчас хочу предостеречь вас. Будьте аккуратнее с этим сайтом, если вы что-либо заказывали. Сейчас у них, видимо, поменялась политика, ну или, по крайней мере, что-то там такое изменилось в компании. И сейчас очень много аккаунтов блокируется, и посылки не высылаются вообще. Так что предлагаю вам теперь делать заказы в коронерах, которые открылись по Москве. И в частности, есть такой коронер Алиэкспресс на метро Диоплейстан в торговом центре Принц-Плаза. Собственно, там мы и будем теперь делать заказы. Но так мы сейчас не об этом. Вы можете такую вот формочку заказать, либо вы можете использовать какие-то два контейнера, да, с очень такой вот поверхностью гладкой, к которой не будет прилипать ваш омлет. И, в принципе, то же самое делать только с двумя контейнерами. Что нам понадобится для омлета? Молочко, естественно. Нам понадобится соль, ну, какие-то специи. Ну, это основа. То, что я вам рассказываю, это основа омлета. И, конечно же, яйца. Мы будем взбивать яйца с молочком с добавлением соли и специй. А дальше это уже ваша фантазия, будет ли здесь начинка. То есть мы заливаем наш взбитый омлет сюда чуть-чуть. Вначале я добавляю водички, ну, прям совсем чуть-чуть. Пить его и сюда, и сюда. Буквально по, ну, паре столовых ложек. И заливаю вот этот омлет. Собственно, саму жидкость взбитую. И ставлю на какое-то время, ну, например, на полторы минуты. Вот так, в открытом виде, естественно, под крышечкой специальной, пластиковой, которую мы все используем, микроволновую печку. Далее я буду вынимать и покажу вам, что я буду делать для того, чтобы получилась начинка в этом омлете. Параллельно, конечно же, я не трачу время, как вы знаете, зря, и делаю масочки. Какую масочку я сделала сейчас. И результат этой масочки вы увидите в финале этого ролика. Я приобрела вот такое замечательное масло с пивак. Это шоколадное масло для кожи в составе какао, тертое, масло макадамии, виноградные косточки и ши. Совершенно потрясающая косметика, которая делается у нас в России, в Москве, в частности, предприятие зарегистрировано. И это настолько демократичные цены, что я даже не понимаю, как они удерживают эти цены. Вот посмотрите, пожалуйста, так выглядит логотип с пивак. Далее, что я еще приобрела? Я приобрела у них вот такой замечательный гидролат, крымская роза, гидролат цветочный. То есть, это цветочная вода, натуральная. То есть, я могу сейчас вместо тоника пользоваться ей. У нее восхитительный аромат, у нее, кстати, удобный. Посмотрите, дозатор вот такой вот. И, в принципе, к ней приложен еще, то есть, за такие цены, удивительные, там, условно говоря, 100 рублей, да, к ней приложен еще и вот такой вот распылитель. Просто спасибо им огромное. Ну, я очень признательна и благодарна. Итак, я растопила немного это масло. Оно довольно густое. Вот такое у нас сейчас опять уже стало, ну, более-менее, видите, густым. То есть, в идеале, когда оно полностью застывает, если поставить его в холодильник, оно становится густым. И нанесла его вот такой вот кисточкой на личико. По итогам покажу вам, что получится. Распределяю, да, 2 яйца, так, чтобы желточки разошлись. Добавляю в эту смесь немного молока и, соответственно, соль и специи по вкусу. Так, давайте ставить это в микроволновую печь. Млит доходит до готовности. Я выбираю, что из этого я буду использовать. Вы можете использовать колбасу, сыр в начинку или сыр, например, вот такой с луком. Он даже подходит для супа. И, соответственно, если у вас есть котлетки какие-то, которые со вчерашнего дня у вас лежат, вы можете использовать эту куриная котлетка. Наверное, я думаю, что я буду использовать именно ее. Я натерла на крупной терке сыр для начинки. И теперь нарежу куриную котлетку вот такими пластами. Хватит ее одной котлетки вполне на 2 порции. И ту порцию, которую мы вытащим из микроволновой печки, вы также сможете поделить пополам, в том случае, если для кого-то это будет большая порция. Подавать этот омлет я буду вот с такими овощами. Это салатик. Так называемая китайская капуста. И укропчик. То есть легкий такой салат, который, в принципе, могут есть все. Наш омлет внутри практически уже готов. Посмотрите, как это выглядит. И вы можете уже положить сюда начинку. Начинку я сегодня буду делать в виде котлетки из курицы. Видите, достаточно двух кусочков с каждой стороны. И сверху засыпем сыром. В принципе, вы можете его не закрывать. Да, вот эту вот створочке не закрывать. Тогда у вас получится ровные 2 порции сразу. То есть вы будете выкладывать, у вас будет открытый омлет. Но я хочу сделать закрытый омлет. Для этого я быстро захлопываю его вот так, чтобы не успело ничего там перемешаться. И в этом уже состоянии я ставлю до растворения сыра и, соответственно, сцепления первой и второй половинки, верхней и нижней. Все, в микроволновую печь еще на полминутки. Прошло совсем немного времени. И наш омлет готов. Горячая очень сверху коробочка. Поэтому берите либо перчаточками специальными, либо варежками, у кого чувствительные руки. Смотрите, обратите внимание, вот так, смотрите, он открывается, очень горячий, будьте аккуратны. И вот так он выглядит сверху. То есть он прилепилось с нижней к верхней половиночкой. Вот видите, и мы перекладываем наш омлет. То есть у нас внутри, ну может быть даже и хорошо, что она чуть-чуть съехала. Вот теперь вы будете видеть, что внутри вот такая вот начинка у нас, да? И если кому-то, для кого-то это большая порция, то вы делите вот так вот просто пополам эту порцию. Ну, например, для детей, да? Вот так у нас получается 2 порции прекрасного омлета, в котором совсем нет никакого масла. Добавим к нему вот такой салат. И получится чудесный, легкий завтрак. Делитесь, пожалуйста, со мной вашими способами, вашими интересными рецептами. Я буду вам очень признательна. Ну вот, друзья, омлет уже съеден, и я хочу показать вам, какая потрясающая кожа после вот этой замечательной маски. Маска шоколадная, с какао тертой, маслом макадамии, виноградные косточки и ши от Спивак. Смотрите. Питанная кожа, мягкая, светящаяся. Эта маска довольно хорошо смывается. Смотрите, такое небольшое ощущение маслянистости, но оно такое приятное, напитанности скорее. Тем, кому покажется это немного лишним, вы можете снять любым тоником. Я нарушу тоник на серединку ладошки и вот так вот распределяю по личику. И пользовалась я сегодня Ava Naturals тоник с лепестками розы без алкоголя. Такое легкое ощущение, приятное от этого тоника. Очень приятный аромат. Тем, кто любит розу, можете приобрести. А сейчас, что у меня на лице, никакого тона у меня нет. Я пользуюсь только, исключительно сейчас Виши Идели. Вот такой крем, который слегка дает небольшую такую перламутровость под глазами. Чуть-чуть буквально. Если этого будет достаточно, я сейчас буду собираться в фитнес-клуб. На реснички я нанесла водостойкую тушь, как вы уже знаете. Мариньер, да? Мариньер. Это Вивьян Сабо. Видите, держится она неплохо. Больше у меня, в принципе, ничего нет на лице. Итак, спасибо огромное, что вы были сегодня со мной. Что вы поддерживаете меня. Заходите на мой канал. Я желаю вам удачи. Обязательно будьте благодарны за все, что имеете. И делитесь со мной прекрасными диетическими рецептами. Пока!